Как торговать на фьючерсах? Такой момент. У меня очень агрессивный стиль торговли. То есть те методы, те стратегии, которые я использую, они во многих вещах нарушают общепринятые рамки риск-менеджмента, money-менеджмент. Поэтому, если вы человек-консерватор, если вы более спокойная личность, то лучше не прислушиваться ко мне. Просто я хочу зарабатывать много в трейдинге. Я не хочу ради вот этих гребаных 3-4% просто сидеть целыми днями, часами анализировать графики. В общем, смотрите, в очередной раз скажу, что Non-Farm это новость экономическая. Она выходит каждую первую пятницу месяца в 15.30. Это новость, которая показывает данные по безработице вне сельскохозяйственного сектора США. И принято считать ее второй зарплатой трейдера. То есть каждый месяц все трейдеры мира собираются просто и пытаются поднять бабла на этой новости. В этом и прикол, что отрабатывает она не в 100% случаях. Вот я тут вам на видосике показала эту новость. Вот она. Я подготовила тут активчик, выставила уровни. Естественно, провела буквально за пару минут до этой новости, провела анализ, посмотрела все четко, приготовила себе окошечко, чтобы мне осталось нажать только одну кнопочку. И начала ждать выхода новости. Вот. Новость вышла красненькая. Соответственно, я открылась на понижение. Блин, вот все хочется промотать график. Тут я предположила, что цена коснется вот уровня, провела его как раз. Но подумала, что зачем ждать, если вот есть уровень, от которого тоже, скорее всего, цена попляшет. Тарам-пам. Так. И закрылась вот плюсе. Вот, смотрите сюда. 591 доллара, если вычесть комиссию, у меня вышел плюс. И это буквально вот 4 минуты я записывала экран, 2 из которых я ждала, пока выйдет новость. То есть, 2 минуты 600 баксов решила не жадничать, потому что предположила, что дальше будет отскок вот от данной зоны. В любом случае будет отскок. А мне как раз прикольно было соскальпировать. По итогу вот получилось, что... Помните, я показывала вам видео, где я допустила просадку. И вот свой депозит я уже большую часть отбила, кстати. Буквально вот за несколько сделок можете вот здесь там посмотреть. И в принципе, в принципе, рада и довольна. Тарам-пам. Давайте я вам просто теперь по пунктам скажу, как я торгую по данной стратегии. Смотрите, вообще, по сути, вы можете выбирать любую новость месяца. Но я сакцентирую внимание именно нон-фарм. Именно ждете первую пятницу месяца и пытаетесь на ней поднять бабла. Актив я принципиально выбираю доллар-мексиканец. То есть я в последнее время торгую очень часто на нем. Короче, стратегия. Новость нон-фарм. Актив доллар-мексиканец. Основа фундаментальный анализ. Выходит красная новость, открываемся на понижение. Выходит зеленая новость, открываемся на повышение. Объем я беру от двух до пяти лотов. Но если у вас маленький депозит, то это, естественно, меньше одного лота. По мани-менеджменту, риск-менеджменту позволяю себе слить не более 20% от депозита. То есть, если бы цена ушла не в мою сторону и минусанула бы меня на, там, тысячу долларов утрировано, все. Тормоз, дальше не идем. Новость не отработала, новость не принесла прибыли. Обязательно делаем... Следующий пункт. Обязательно делаем акцент на уровне. Это немаловажный пункт, потому что уровни, фундаментальный, не фундаментальный анализ, но все равно танцы, шманцы, вот у поддержки, у сопротивления начинаются всегда. Например, если бы цена находилась, там, вот здесь или вот здесь, то усилением сигнала, как раз-таки усилением фундаментального анализа был бы технический анализ. То есть, то, что цена и как бы и новость вышла негативная для доллара. И уровень это сразу два сигнала, это очень сильная штука. И я уже какой раз замечаю, что всегда вот реально танцы, вот у этих уровней, они всегда по выходу новостей. И заключительный седьмой пункт. Прибыль мы забираем по ощущениям. То есть, я сижу, пялю в экран, смотрю, 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 все, цена вроде уже не с такой силой там прет вниз или там хочет развернуться наверх. Забираю прибыль. Ну, естественно, там, если это 50 баксов, а рискую я там тысячу, грубо говоря, то это нелогично. Но прибыль утрирована, там, возьмем минимум 5% от депозита и по нарастающей. Если бы я не записывала вот эту сделку, то, скорее всего, я бы ждала просадки до этого уровня. Но так как мне не хотелось писать экран несколько часов, даже часа-двух, я зафиксировалась. И, в принципе, считая неплохим результатом 600 баксов 2 минуты, это значит 300 баксов в минуту. Вот если бы получалось все 24 часа в сутках получать по 300 баксов в минуту, было бы вообще прям все шоколадно. Но, в принципе, так тоже не жалуюсь. В общем, ладно, если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх. Жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!